Кто убивает, тот будет убить сам. Кто приказывает убить, сам будет убит по приказу. Привет, Даша. Я продолжаю цикл видео о своих любимых фильмах. И сегодня я рассказываю об индийских. Не надо плеваться и говорить о потерянных в детстве близнецах. Этот сюжет характерен для фильмов 70-х и 70-х годов. В первую очередь я хочу назвать фильм «Три идиота». Предупреждаю сразу, этот фильм лучше смотреть с оригинальной звучкой, с русскими субтитрами, иначе смысл... Этот фильм, он не такой индийский, как другие, он не похож на них. Там всего лишь 2, максимум 3 песни, зато какие. Почему я наставлю на русских субтитрах? Никогда... Ни с какой русская звучка, даже самый гениальный, не уловить тонкости этих 2-3 песен. Они непревзойдённые. Только русские субтитры. Обязательно посмотри. Это самый смешной фильм, который я видел вообще в своей как-либо жизни. При этом он наполнен множеством философских идей, каких-то вот неоспоримых истин. Они вроде как на виду, но ты когда смотришь фильм, ты... Точно! Как я раньше этого не поняла? Он совершенно откровен. Он застаргивает очень многие темы. Вот, например, тему самоубийства. Главный герой, в случае печального, сказал своему другу, «Положи в свои портмонные фото родителей, и когда тебе закрасывай голову дурная мысль, представь, что станет с их улыбками, когда они увидят твоё тело». Вот, и там действительно очень-очень-очень много мудрых мыслей. А ещё я обожаю людские фильмы, я их любила всегда, сколько себя помню. Но впервые, только благодаря именно этому фильму, я поняла, почему там много песен. Посмотри, поймёшь и ты. Действительно, я очень настаиваю на просмотре этого фильма. Я считаю, его должны посмотреть все, как и следующий фильм, который я назову. Это фильм «Меня зовут Кхан». Там играет моя любимая пара Болливуда, Шакрухан Миссис Каджоу. Он об отношении мира к террористам и но это не главная его концепция. Главная его концепция это добро. Тут тоже нужно только смотреть. Я не смогу передать всю мудрость этого фильма, всю его атмосферу, всю его гениальность, неповторимость. только смотреть. Я считаю, вот эти два фильма, «Три идиота» и «Меня зовут Хан». Нужно посмотреть всем, совершенно всем и абсолютно всем. Вот, кстати, именно вот это моя самая любимая пара «Шакрухан» и «Каджоу». Следующая игру «Химимф» это «Всё в жизни бывает». Совершенно весёлый фильм. Мне его постоянно хочется называть «Лучшие друзья». И также фильм «И в печали, и в радости». Тоже очень позитивный. Ну да, есть момент какой-то горечи. Тоже классный фильм. Люблю как трудно признаться в любви. Там в главных ролях Карина Копор. Её не все любят, потому что она ведёт себя слишком уж подаёт, как будто она прям красотка мира, супер-мега-сексуальная, там ещё какая-то вот раз такая. Но в этом фильме, в этой картине она туда на удивление органично вписывается. И заросляет список моих любимых индийских фильмов. В главных ролях опять же «Шакрухан», «Ом, шанти, ом». Или «Одной жизни мало». Это фильм о реинкарнации. Я обожаю реинкарнацию. Конечно же о любви. И Шакрухан кстати в каком-то из своих интервью говорил, что этот фильм частично я это всё. До новых встреч! Пока!